Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире канала Архив 24, программа «Здоровье» и я, ведущая Динара Бадахова. Начну программу по традиции с обзора новостей в медицине. Роспотребнадзор разработал новые методические указания по эпидемиологическому надзору за коклюшные инфекции, которые, как планируется, помогут прогнозировать развитие ситуации и оценивать эффективность принятых мер. Так, например, эпид-ситуация будет считаться благоприятной, если более 70% случаев заболеваемости коклюшем среди детей в возрасте до 1 года будут наблюдаться преимущественно у непривитых. Согласно тематическому документу, эпид-надзор будет осуществляться комплексно и включает в себя мониторинг заболеваемости смертности, контроль охвата профилактическими прививками детей, слежение за состоянием противококлюшного иммунитета, микробиологический мониторинг свойств возбудителя коклюша, оценку эффективности проводимых мероприятий и прогнозирование развития эпидемиологической ситуации. Научно-практический совет Минздрава Российской Федерации принял обновленные клинические рекомендации по терапии головной боли напряжения у взрослых. Их разработчиками выступили Всероссийское общество неврологов, Российское общество по изучению головной боли и Союз реабилитологов России. Документ придет на смену предыдущих версий клинических рекомендаций, принятых в 2021 году, и вступит в силу с 1 января 2025 года. Среди нововведений – это расширение перечня нозологии, уточнение методов диагностики, включение когнитивно-поведенческой терапии в качестве одного из способов лечения. Согласно определению, головная боль напряжения является одной из наиболее распространенных форм первичной головной боли. Для нее характерны ощущения давящего или стягивающего характера, слабой или умеренной интенсивности. Состояние может длиться от 30 минут до нескольких суток. Головная боль не усиливается при обычной физической нагрузке и не сопровождается тошнотой, однако может наблюдаться снижение аппетита, светобоязнь или повышение чувствительность к громким звукам. 14 ноября Достает усваиваться сахар или глюкозу, из-за чего его концентрация в крови многократно вырастает. Сахарный диабет встречается у 6% населения Земли ежегодно, от него погибает свыше 2 миллионов человек. Причем в 90% случаев у пациентов диагностируется сахарный диабет второго типа, в развитии которого важнейшую роль принадлежит ожирению и малоподвижному образу жизни. Подробнее в нашем сюжете. Его называют коварной болезнью, которая долгое время может протекать без симптомов, а затем обернуться различными осложнениями. А еще считается, что сахарный диабет развивается у тех, кто потребляет много сладкого. Но на деле все гораздо сложнее, и этот недуг лишь отчасти зависит от питания и может развиться у любого человека. И для того, чтобы прожить долгую здоровую жизнь, не встречаясь с этим заболеванием, очень важна профилактика. Почему нас вообще заботит тема диабета? Диабет страшен в первую очередь своими осложнениями. То есть пациент умирает не от сахарного диабета, он погибает, к сожалению, от осложнений, от сердечно-сосудистых инфарктов, инсульта, почечная недостаточность, слепота, гангрена, ампутации нижних конечностей и так далее. И чем раньше мы выявили диабет и начали его профилактировать или лечить на этапе преддиабета или на этапе факторов риска, тем лучше мы сделаем прогноз для этого пациента. Это заставляет многих задаваться вопросом, как же минимизировать риск развития диабета. Этот аспект особенно важен, если учесть, что каждый человек в той или иной мере предрасположен к этой болезни. В группе риска по диабету пациенты с избыточным весом, с ожирением, с артериальной гипертензией, с синдромом поликистозных яичников, пациенты старше 45 лет, пациенты с повышенным артериальным давлением, пациенты с отягощенной наследственностью. Это те, у кого мы должны прицельно поискать диабет. То есть, возможно, он просто не диагностирован. И те, у кого мы должны активно заниматься его профилактикой. Одна из причин, почему у человека диагностируется сахарный диабет, считается ожирение и малоподвижный образ жизни. Тем более, у кого наблюдается наследственность и людям в возрасте, на это стоит обратить особое внимание. А еще, к сожалению, диабет значительно помолодел. Если раньше этой болезни были подвержены обычно взрослые, то сейчас в зону риска попадают и дети, и молодежь. Поэтому первый шаг к тому, чтобы минимизировать угрозу, считается пересмотр своего образа жизни и питания. Естественно, стоит отдавать предпочтение в пользу питания по методу гарвардской тарелки или средиземноморский тип питания с большим количеством овощей, фруктов, зелени, с сокращением содержания животных жиров, в первую очередь, и быстрых углеводов, то есть сладкого. Не просто так говорят, что движение – это жизнь. Поэтому в профилактике особое место занимает правильно организованная физическая активность. Такие занятия помогают улучшить физическое здоровье, повысить уровень энергии и даже поднять настроение. Ну а самое главное – таким образом можно также уменьшить риск развития и других заболеваний. Поэтому рекомендуемая норма – не менее 150 минут аэробной нагрузки в неделю, будь то ходьба, бег, велосипед, лыжи, бассейн, что угодно. В любом виде, который пациенту нравится, просто гулять – это уже хорошо. Но вот эти 150 минут минимум он в неделю отходить должен. Хотя делается акцент на том, что лучше, если это будет ежедневная нагрузка в пределах часа в день. Следующий немаловажный пункт в рамках модификации образа жизни – это сон и стрессорные факторы. Это тоже влияет в том числе и на вес, который основной фактор риска развития диабета, ожирения. То, как мы спим, то, как мы нервничаем, высыпаемся ли мы, отдыхаем ли мы – это тоже имеет значение. Поэтому эти моменты тоже нельзя недооценивать. Конечно, есть факторы, на которые сильно повлиять не получится. Например, как наследственность и возраст. В этом случае лучшее, что можно сделать – периодически проходить обследование. И, естественно, если уже стоит вопрос преддиабета, то состояние, когда мы уже не в норме, но до диабета еще не дошли, может подключаться медикаментозная терапия и, скорее, должна подключаться для того, чтобы вернуть пациента в нормальное состояние. Потому что этап преддиабета – это то, когда мы еще можем изменить коренным образом жизнь пациента, пока он не дожил до диабета и не начал развивать осложнения. В целом, здесь достаточно хорошая профилактика – это диспансеризация. То есть, хотя бы раз в год пациенты из групп РИСКа, если идут и сдают анализы биохимические, оценивают уровень глюкозы, то это уже хорошо. Простых и действительно эффективных методов лечения этого заболевания сегодня не существует. И здесь многое решает именно профилактика. По-настоящему хорошее лечение должно оказывать системный эффект. Но достичь результатов можно, только взяв диабет под полный контроль, успешно компенсировав его продолжать жить полной жизнью. Поэтому диабет, как могли подумать многие, не приговор. Есть множество людей, которые не только продолжают жить, но и добиваются выдающихся успехов, покоряют горные вершины и руководят большими организациями. Более подробно о методах диагностики и лечения профилактики диабета поговорим с заведующей поликлиникой отделения эндокринологического диспансера руководителем регионального эндокринологического центра Хутовой Мадиной Рашидовны. Здравствуйте, Мадина Рашидовна. Добрый вечер. Давайте для начала расскажем нашим телезрителям, что вообще представляет собой сахарный диабет и насколько широко оно распространено. Ежегодно 14 ноября проводится Всемирный день сахарного диабета. Это глобальная проблема всего мира. На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии сахарным диабетом страдают более 18 тысяч человек. Сахарный диабет – это хроническое заболевание, это заболевание эндокринной системы, вызванное отсутствием выработки в организме инсулина или его недостатком. Сахарный диабет по классификации бывает первого типа, второго типа, а также встречается часто на сегодняшний день гистационный диабет. А вот скажите, пожалуйста, в чем заключается вообще главная особенность сахарного диабета, что происходит в организме при этом заболевании? Сахарный диабет при первом типе, там страдает поджелудочная железа, прекращается выработка инсулина, инсулина поджелудочной железе, страдают бета-клетки. И сахарный диабет первого типа, он характерен для молодого возраста, им страдают дети, подростки и лица молодого возраста до 30 лет. Что касается сахарного диабета второго типа, у них тоже страдает поджелудочная железа, но они не в таком количестве, вырабатывается инсулин, но там уже тоже нарушение происходит с бета-клетками. То есть сахарный диабет бывает трех видов. Вы сказали про гистационный сахарный диабет. Можно, пожалуйста, поподробнее, что это означает? Гистационным сахарным диабетом страдают беременные, у которых во время беременности возникает сахарный диабет. Если мы видим пациентку с сахаром выше 5,1, мы ее берем на учет и наблюдаем. Пациенты, у которых сахар в районе 5,1, мы назначаем диета-терапию с физически адекватной нагрузкой. Гистационный диабет на сегодняшний день распространен. Наши корочавы-черкесии к нам приходят к пациентке. Если мы видим повышенный уровень сахара, то мы их ставим, конечно, на учет. И до конца беременности мы их наблюдаем. Они соблюдают диету, плюс адекватные физические нагрузки и ведут дневник самоконтроля. А вот после окончания гистации сахарный диабет, это диагноз, он снимается? Да. После родоразрешения мы эту женщину наблюдаем. Если сахара у нее в пределах нормы, конечно, мы ее снимаем с учета. Также мы ведем регистр пациенток с сахарным диабетом, где мы их ведем весь период беременности, а потом уже через несколько месяцев после родоразрешения мы их снимаем с учета. У многих людей есть такое стойкое убеждение о том, что сахарный диабет развивается у людей с ожирением. Те, которых много едят сладкого, мучного, так ли это на самом деле? И кто еще находится в группе риска по этому заболеванию? Фактором риска относятся пациенты с ожирением, с преддиабетом, то есть с инсулинорезистентностью. Также лица старше 50 лет, пациенты страдающие гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца. Давайте поподробнее поговорим теперь про классификацию сахарного диабета. Вы сказали, есть первого типа, второго и гистационный. Расскажите поподробнее, что такое сахарный диабет первого типа. С сахарным диабетом первого типа страдают молодые люди до 30 лет. Это дети, подростки. Они обращаются к нам с жалобами на сухость во рту, жажду, слабость, сонливость, ухудшение памяти, зрение. Бывают такие симптомы, когда может возникнуть запах ацетона. Если выражены гетоацидоз, то этого пациента, конечно, мы отправляем сразу в реанимационное отделение Республиканской больницы. А почему из года в год сахарного диабета становится все больше и больше? И каковы основные причины возникновения этого заболевания? И почему у детей встречается сахарный диабет? С сахарным диабетом страдают дети, подростки и лица молодого возраста до 30 лет. У них может быть наследственный фактор. Это если у родителей анамнез отягощен по линии отца или матери. Это могут быть какие-то вирусные, инфекционные заболевания по типу краснухи. И также могут способствовать какие-то аутоиммунные заболевания. Что касается сахарного диабета второго типа, это лица старше 40 лет. У них также могут быть какие-то аутоиммунные заболевания. Наследственный фактор. И самое главное, это ожирение или преддиабет, который способствовал всему этому. А говоря про наследственный фактор, если у родителей был сахарный диабет и есть сахарный диабет, говорит ли это о том, что 100% у детей тоже будет развиваться сахарный диабет? Или на это можно как-то повлиять? Вы знаете, если с сахарным диабетом страдает кто-нибудь из родителей, один из родителей, то это может быть вероятность 5% заболеваемости. Если двое родителей, отец и мать, страдают с сахарным диабетом первого типа, то это вероятность 20%. А если страдает кто-нибудь из семьи вторым типом, это где-то может быть 80% заболеваемости. То есть наследственный фактор – это основная причина у детей? Да, это первая. Это может быть, да. Первый фактор. Как выглядит диагностика сахарного диабета на сегодняшний день? На сегодняшний день диагностика – это первое. Это сдача сахара крови на тощак. Если мы видим, что у пациента сахар выше, чем 6,1, уже надо бить тревогу. А есть ли какие-то симптомы сахарного диабета? То есть как человек может заподозрить у себя сахарный диабет, чтобы пойти сдать глюкозу на тощак? На сегодняшний день проводится диспансеризация. Мы с участковой службой взаимодействуем. При повышении уровня сахара они отправляют сразу к эндокринологу. Диспансеризацию проходят в основном все пациенты. То есть все начинается с диспансеризации? С диспансеризации, когда к нам отправляют пациентов. А вот говоря про симптомы сахарного диабета, каковы основные симптомы? На что следует обратить внимание пациенты? Сухость во рту, жажда, частое мочеспускание, ухудшение памяти, зрение. Пациенты могут терять в весе, а также могут и прибавлять. Это то, что касается второго типа сахарного диабета. Надина Раширевна, а вот говоря про осложнение диабета, ведь их немало. Расскажите подробнее, чем опасен вообще сахарный диабет? Сахарный диабет – это коварное заболевание, и чем раньше пациенты к нам обратятся, тем лучше. Осложнение при сахарном диабете – это может быть ретинопатия со слепотой. Если почек касается, это, конечно, почечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность, может закончиться гемодиализом. И что касается сосудистой патологии, часто мы встречаемся диабетической стопой. На сегодняшний день на базе эндокринологического диспансера открыт региональный эндокринологический центр. В прошлом году стартовала федеральная программа «Борьба с сахарным диабетом». Благодаря этой федеральной программе на сегодняшний день в региональном центре у нас есть кабинет «Диабетическая стопа», где работает доктор у нас в полном объеме, уже принимает пациентов. Также есть кабинет офтальмолога с лазерной операционной. И также у нас есть узкие специалисты – это терапевт, кардиолог, нефролог, невропатолог, хирург и терапевт. А как не допустить эти осложнения, как лечить сахарный диабет до развития этих грозных осложнений? То, что касается пациентов с заболеванием сахарного диабета первого типа, конечно, у них пожизненная инсулинотерапия. Что касается пациентов второго типа, у них может быть сахароснижающая терапия, то есть таблетированная, а также может быть инсулинотерапия. На сегодняшний день у нас имеются новые инновационные препараты, которые мы назначаем пациентам, корректируем и видим положительную динамику, компенсацию сахарного диабета. Также в региональном центре у нас есть школа диабета. Мы пациентов туда приглашаем, обращаясь к жителям Карачаева-Черкесии. Если доктора, эндокринологи предлагают пройти школу диабета, я бы попросила, чтобы они обязательно ее прошли. Расскажите подробнее, что это за школа сахарного диабета? В чем заключается суть? Школа диабета предназначена для наших пациентов с сахарным диабетом первого и второго типа, где проводится коррекция лечения, где им объясняют расчет хлебных единиц, технику инсулинотерапии. Как жить с диабетом на сегодняшний день? Сахарный диабет – это уже образ жизни, чтобы продлить уровень жизни и чтобы уменьшить их осложнения. То есть если считать, что сахарный диабет – это уже образ жизни, значит человеку необходимо поменять свои привычки, поменять свой образ жизни, правильно питаться. А проводится ли с ней, с такими пациентами, какая-то психологическая работа? Да, на приемах наши доктора объясняют, как жить с диабетом, как поменять питание, вести правильный образ жизни. Пациентам с сахарным диабетом мы даем буклеты, объясняем, как правильно питаться. Надо исключить из рациона сахар, мед, варенье, джемы, хлебобулочные изделия из белой муки, изделия из добного теста, торты, пирожные сладости, картофель только в суп или борщ, макаронные изделия, цитрусовые. То есть пациенты с сахарным диабетом, они состоят у вас на учете. Расскажите, как часто они должны посещать врача-эндокринолога? Что касается наших пациентов с сахарным диабетом первого и второго типа, они, конечно, к нам должны приходить ежемесячно. Мы должны контролировать уровень сахара, смотреть их дневник самоконтроля и корректировать их лечение. Говоря про дневник самоконтроля, что вы имеете в виду? То есть пациент сам должен контролировать уровень глюкозы дома с помощью глюкометра? Да, у каждого пациента должен быть глюкометр. Мы даем дневничке самоконтроля, объясняем, как правильно вести дневник для того, чтобы в дальнейшем при его повторном к нам визите, чтобы мы правильно смогли уже откорректировать лечение или поменять сахароснижающую терапию. Для диабетической стопы, если у пациента имеется какая-то ранка или какие-то изменения, он сразу должен обратиться к эндокринологу, для того, чтобы в дальнейшем уже попасть, если это будет необходимо, к хирургу. На сегодняшний день мы разрабатываем маршрутизацию. Эта маршрутизация будет внедрена во все лечебно-профилактические учреждения для того, чтобы правильно и быстро отправить пациента при необходимости к эндокринологу с последующим визитом к другим узким специалистам. А где люди могут получить консультацию по поводу сахарного диабета у нас в городе? У нас в городе могут получить в эндокринологическом диспансере на базе регионального эндокринологического центра у нас функционируются кабинеты. Вы ранее упомянули про школу диабета, которая у нас в республике существует. Расскажите подробнее, что проводится, в чем заключается суть школы диабета? На территории Карачаева Черкесской Республики функционирует 8 школ диабета. Первая школа находится в региональном эндокринологическом центре города Черкеска. Вторая школа на базе Республиканской больницы в эндокринологическом отделении. И остальные школы находятся в районах. Это Хабецкая ЦРБ, Карачаевская ЦРБ, Зеленчукская ЦРБ, Усть-Жигутинская ЦРБ, Малокарачаевская и Карачаевская ЦРБ. А также на базе детской больницы. Что касается школы диабета, ее проводит доктор и медсестра. В школе диабета проводятся лекционные материалы, а также проводят коррекцию сахароснижающей терапии. Прямо на лекции? Да. Они приходят со своими глюкометрами, с дневниками самоконтроля. И там уже доктор корректирует сахароснижающую терапию. А как часто люди посещают школу диабета? Школу диабета посещают необходимо один раз в три года. У многих людей есть стойкое убеждение, что сахарный диабет развивается только у тех людей, у которых есть ожирение. Которые едят очень много мучного, сладкого, макаронные изделия. Так ли это на самом деле? Кто еще является подвержен сахарному диабету? Кто находится в группе риска по диабету? Это, безусловно, пациенты с избыточным весом, у которых есть преддиабет, то есть инсулинорезистентность. Пациенты с ожирением. Пациенты, у которых ранее были инфекционные какие-то заболевания по типу краснухи, паротита. Это лица, которые страдают ишемической болезнью в сердце, гипертонической болезнью в сердце. Дица старше 50 лет. Это могут быть стрессовые ситуации. Если к нам обращаются пациенты с преддиабетом, мы рассказываем о факторах риска. Назначаем им и рекомендуем правильное питание, физическую нагрузку. И рассказываем о рисках, что может возникнуть в последующем диабет. А что такое преддиабет? Какие симптомы имеет преддиабет? Преддиабет – это инсулинорезистентность, когда инсулин повышен, но при этом уровень сахара находится чуть выше нормы. А есть ли какие-то симптомы инсулинорезистентности? Это, безусловно, прибавка веси. Это могут быть и сухость, и жажда. То есть такие же симптомы, в принципе, как и при сахарном диабете, да? Да. А как лечить инсулинорезистентность? Ну, мы назначаем и рекомендуем диету, физическую активность, ну и уже назначаем препараты. Индивидуально подходим к этому. А можно ли без препаратов обойтись, то есть поменяв свой образ жизни? Безусловно, можно. Все зависит от индекса массы тела. Давайте поговорим про профилактику сахарного диабета. Как не допустить вообще повышение глюкозы и как не допустить таких грозных осложнений, как диабетическая стопа? Конечно, надо поменять свой образ жизни, исключить углеводы из рациона, побольше физической активности, поменять рацион питания. Если есть какие-то изменения со стороны глаз, почек и нижних конечностей, своевременно обращаться к узким специалистам. Излечим ли на сегодняшний день сахарный диабет? Сахарный диабет на сегодняшний день не излечим. Просто пациентам надо правильно питаться, поменять свой образ жизни. Чтобы не было никаких дальнейших последствий и осложнений сахарного диабета. Мадина Рашидовна, что пожелаете нашим телезрителям? Конечно, своевременно проходить диспансеризацию. Если появляются какие-то симптомы, сухость во рту, жажда, частая мочеспускание, потеря веса или прибавка веса, то обязательно надо будет обратиться к эндокринологу. Спасибо большое за информацию и за рекомендации Ваши. Вам спасибо. Уважаемые телезрители, у Вас есть возможность задавать свои вопросы специалистам Нездравой Республики, врачам-фельдшерам и всем тем, кто был гостем нашей программы. Мы принимаем вопросы на медицинскую тематику по электронной почте. Адрес видите на своих экранах. Звоните и пишите. Мы постараемся найти ответы на волнующие Вас вопросы. На этом наша сегодняшняя программа подошла к концу. Встретимся с Вами через неделю в это же самое время. Будьте здоровы! До новых встреч в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова